К нашей беседе присоединяется еще один гость. С нами на связи актер Николай Лукинский. Добрый вечер, Николай. Мы знаем, что у вас тоже есть семейная, достаточно забавная история, связанная с Николаем Чудотворцем. Расскажите, пожалуйста. Здравствуйте. Я, во-первых, поздравляю всех с праздником. Действительно, у нас у всех такое большое событие. День Святого Николая. Это мой праздник, в том числе, Никола Зимний. Я вот сейчас стою на фоне трех икон, как мне один священник с юмором подсказал. Я говорю, как отличить Николу Зимнего от Николы летнего, казалось бы, да это же один и тот же святой. Это очень просто. Никола Зимний в шапке, а летний, значит, без шапки. Все очень просто. Ну, конечно, да, это была шутка, но моя история, вы знаете, мы ведь все себя немножечко представляем святителем Николаем, когда на Новый год либо приглашаем Деда Мороза, либо сами превращаемся в Деда Мороза и дарим подарки, кладем там под елочку, детям. Но я уже в последние годы внукам кладу под елочку подарки. Ну и у меня потрясающая история была с моим старшим внуком Лешей. Я с Лешей был неоднократно на телеканале Спас. Наверное, ему было лет семь или восемь. И он приезжает к нам сюда с женой, вот где мы сейчас находимся, в коттеджи за городом. И здесь все каникулы у нас проводят с 30 декабря по 11 января. И каждое утро, конечно, он под елкой находит подарок. Причем елка у нас одна стоит в доме, а другая живая ель во дворе. И все время, значит, и под той, и под той елкой каждое утро находит подарок. И на Новый год, и первый, и второй, и третьего. Потом я уже включаюсь в эту игру, я понимаю, я не могу ребенку не положить подарок. И я уже начинаю, знаете, выкручиваться как могу, но я все время... А причем подарок должен быть все лучше и лучше. То машинка, то лего, то игра еще какая-нибудь. И, в общем, я, конечно, попал в такую, знаете, кабалу. К 11 января я уже абсолютно выдохся с этими подарками. И мы едем с внуком на выставку 11 января, все, завтра в школу. Я думаю, ну все, наконец-то гора встреч. Приезжаем на эту выставку. А чтобы пройти на выставку, магазин, магазин с игрушками новогодними, естественно, с подарками. И внук Леша мне говорит, деда, купи мне какой-нибудь подарок. Я говорю, Лешенька, да тебе дедушка Мороз. Две недели под обеими елками дарил подарки. На что мне Леша говорит, деда, а ты ведь мне так ничего и не подарил на Новый год. Я, конечно, смеялся. Конечно, я купил ему то, что он просил. Ну, в общем, да, в общем, настоящий последователь Николая Чудотворца. Спасибо вам, Николай, большое. С праздником и хороших вам эмоций и подарков.